Всем вам good morning! Здравствуйте, дорогие друзья! Я еще раз хочу сказать спасибо моему другу Петре Ниязову Пенхаз. Дай Бог ему здоровья! Вот такой он взял наши лекции и сделал вот такие красивые коллекции. Там есть очень много MP3, диск, USB. Очень молодец, Петя Ниязов. Молодец! Коля, вот это MP3, DVD. Очень красиво. Молодец! Это только часть я вам показываю, есть больше. Мы продолжаем учиться с вами, дорогие друзья. Каждый человек хочет, чтобы свадьба его детей была на высшем уровне, чтобы люди ушли довольны от свадьбы, чтобы он не опозорился. И бывает, что иногда свадьба, люди запоминают ее с хорошей стороны, а иногда свадьбу могут запомнить, не дай Бог, с плохой стороны тоже. Потому что несколько лет тому назад в Бруклине была свадьба. Мы покупаем шляпы в Боро-Парке, и хозяин этого магазина ему было 62 года, я его помню хорошо. Он очень высокий, солидный мужчина был, у него 9 детей. Когда он пятую дочку выдавал замуж, когда хупа закончилась, папа-невеста упал и умер. Никто это почти не видел, кроме двоих-троих людей, потому что уже все были в главном зале. Его вынесли через черный ход, никому ничего не сказали, чтобы настроение не испортить. И потом, когда все начали танцевать, папа-невеста говорит, а почему мой тесть со мной не танцует, мужчины отдельно, женщины отдельно танцуют. Ему сказали, сейчас он фотографируется, сейчас он занято. Не сказали жениху, что его папа умер, никому ничего не сказали. Умер, умер, сердце остановилось. Приступ сердца. Ему было 62 года. И потом свадьбу закончили рано. И потом сказали, жених-невеста, примите соболезновение, что завтра будут покороны. И этого человека похоронили на следующий день. Эта свадьба заполнилась, но уже с плохой стороны. И вот одна семья, они заказали ресторан, чтобы была свадьба их детей. Но хозяин этого ресторана, он стал замечать, что на крыше очень большая трещина есть. И потом он позвал одного большого видного инженера-строителя. Он говорит, это может, не дай бог, провалиться. Это, не дай бог, крыша может провалиться. Ты не можешь никакие здесь свадьбы делать, потому что, не дай бог, много людей могут погибнуть. А что делать, говорят, у меня через несколько дней свадьба? Ничего не можешь поделать. Это надо ремонтировать, это надо все здесь ломать. И надо здесь очень большой ремонт. А теперь он ищет другой ресторан, где люди могут туда пойти. Он не говорит никому ничего. Он не говорит тем, кто свадьбу делает, что у него проблема. Потому что они сразу что сделают? Они сразу отменят и сразу начнут искать другой зал. Поэтому он сам ищет другой зал. Все залы были заняты. Когда самое много людей свадьбы делают? Кто знает, какой день очень много свадеб? Воскресенье? Но какое число? Перед Кипуром, перед Пасхой, когда много-много свадеб? Я бы сказал, очень много свадеб. Это 18-й ияр. Когда есть праздник Лагба-Омир, этот день уже можно делать свадьбу. Очень много свадеб в этот день. Когда уже заканчивается третий день Омир, когда начинается, в этот день очень много свадеб. А также 15-го Ава. 15-й Ава в Израиле называется День Любви. Очень много хороших вещей произошло. Как написано это в Талмуде. 15-й Ава, это в этом году будет 15-го августа, в четверг. Очень много свадеб в этот день тоже. Есть дни, когда нет свадьбы вообще. Есть дни, когда много свадеб. Все рестораны были заняты. Но там недалеко была синагога, громадная синагога, где можно было даже свадьбу сделать, помещение громадное. Это к синагогу. Он договорился, что мы сделаем там свадьбу в этот день. И когда люди стали проходить в ресторан, он всех начал отправлять куда? Идите в синагогу. Там все очень красиво, нарядно. Там будет свадьба. И родители жениха и невесты, когда тоже пришли, они приходят раньше всех. Он говорит, я извиняюсь, говорит, у нас, вы видите, здесь большая трещина. Эта свадьба будет в синагоге. Все будет как подобает. И я даже вам немножко дам скидку. Немножко вам деньги верну за то, что вот так произошло. Поэтому свадьба будет в синагоге. Все будет как надо. Конечно, они были недовольны, что он это им сказал в последнюю секунду. Уже не было у них выхода. Еще церемония хупа не началась. Но в этой синагоге там были много комнаты. Там прихожане тоже устроили много людей. Они закончили весь Талмуд изучать. Это закончить весь Талмуд. Это не просто так. Это, знаешь, сколько надо учиться. И они, это прихожане синагоги, позвали одного великого рабая. Как рабай Овадьосеев, как Любавич, такой мировой. Весь мир знает этого рабая. На хупу пригласили одного простого рабая. Но когда они делали свадьбу, они не знали, что в синагоге сейчас кто находится? Этот всемирно известный рабаик. И они сказали этому простому рабаю, мы вам дадим ваши деньги. Вы, конечно, будете тоже читать. Но вы не против, если мы этого великого рабая попросим? Мы так довольны, что он здесь, в этой синагоге. Мы заодно попросим, чтобы он пришел на церемонию наших детей. Вы не против? Я говорю, конечно, я не против. Пусть он делает хупу. И они попросили этого великого рабая, чтобы он провел эту церемонию хупа. И этот рабай согласился, сделали хупу. Они были такие радостные. Вау, говорит, у нас с вами был такой великий рабай. Они были очень и очень довольны. Значит, с одной стороны, они недовольны, что хозяин этого ресторана их подвел, им дал помещение в синагоге. А с другой стороны, они как будто бы выиграли лотерей. Они не знали, что в этой синагоге сейчас этот великий рабай. Он им хупу сделал. А теперь, когда свадьба закончилась, теперь они должны рассчитаться с хозяином ресторана, тот, кто накрыл на стол. И он говорит, ну как вы думаете, вы бы предпочитали сделать это в ресторане моем, и этого рабая бы там не было, вы бы не знали, что он рядом. Или вы предпочитаете, что вы сделали в синагоге, и этот великий рабай присутствовал. Вы понимаете, на чем намекает, да? И они говорят, мы знаем, на что ты имеешь в виду. Мы, конечно, очень и очень рады, но уже это случилось, мы рады, что этот великий рабай был на свадьбе наших детей. Но все равно ты должен дискаунт нам сделать. Почему? Потому что ты не знал, что этот рабай будет здесь. Это нечаянно так произошло. А ты сейчас на этом хочешь навариться. Он говорит, слушайте, но все равно, видите, это от Бога стало. И потом они говорят, давайте, хай, мы пойдем к рабаю и спросим, что надо сделать. Ты должен нам дать дискаунт или нет? Как вы думаете, он должен дать им дискаунт? Да, я вам даю дискаунт. Он же сказал уже, все, слово закроет. Блю Рувен говорит, да, вы говорите. Да, вы что говорите? Все согласны? Вы согласны? Блю Рувен сомневается. В Талмуде Масехет над Арием страница 50b написано, что был один великий рабай, 2000 лет назад его звали рабай Гмада. Рабай Гмада или Гамда или Гмада, здесь огласовки нет. Г, М, Э, Д, А в конце нет огласовки. Мы не знаем Гмада, Гамда. Гмада, ну, скорее всего, Гмада. Этот великий рабай, он сказал матросам, люди, которые очень много, они плывут на кораблях, они отсюда сюда плывут. Он сказал, я вам даю 4 зуза, это как 400 долларов сегодня. Купите мне что-нибудь, что увидите, хорошее по дороге, если что-нибудь увидите, хорошее, красивое, купите для меня что-нибудь. И он им дал деньги и говорит, окей, мы вам что-нибудь, что-нибудь хорошее найдем, купим. И они, когда искали, ничего не могли хорошее найти. И вот-вот они уже должны вернуться домой. Они говорят, что мы рабае купим, мы ничего ему не купили. И они увидели обезьяну на продажу. Они говорят тому, кто обезьяну продает, сколько ты хочешь за эту обезьяну? Он говорит, 4 зуза. Вот тебе 4 зуза, дай нам обезьянку. Они эту обезьяну купили. Они хотят этому рабае отнести эту обезьяну. Я не знаю, что он будет, обезьяну это... Когда они купили эту обезьяну, эта обезьяна убежала куда-то. Вы же знаете, она прыгает, бегает. Они стали искать, куда эта обезьяна могла убежать. И вдруг они заметили, что эта обезьяна куда-то забежала. Очень и очень такое маленькое, узкое место. Она проникла туда. И она там в бриллианты вот так играется. Кто-то спрятал бриллианты, забыл, умер, наверное, уже. А эта обезьяна туда проникла и играется с бриллиантами. Благодаря этой обезьяне они что обнаружили? Много-много бриллиантов. Они все эти бриллианты взяли. А теперь они думают, мы эти бриллианты должны рабае дать или себе оставить? Что они должны сделать? Не должны давать? Они сказали за то, что эта обезьяна, она сделала так, что эти бриллианты мы нашли, мы это все дадим рабае. А теперь вопрос, если они это обязаны были сделать, или они это сделали, как говорится, от души, из-за любви к этому раввину. Но этот рабае, он хотя бы что-нибудь должен был правильно им дать? Это не написано. Но он должен был дать, я считаю. Может быть, дал, но не написано. И написано, мудрецы объясняют, что на самом деле рабае не должен был эти бриллианты получить. Почему? Потому что он еще эту обезьяну не приобрел. Во-первых. Во-вторых, он только обезьяну приобрел, но не то, что будет из-за этой обезьяны. Это просто за то, что они улюбили этого раба, и они решили эти бриллианты тоже дать. Спер, это похоже на то, что здесь происходит или нет? Этот человек, который подвел этих людей, которые устраивают свадьбу, он им дал другое помещение, за то, что он дал им другое помещение, они как будто бы тоже нашли бриллианты. Они нашли, что в этой синагоге сейчас присутствует всемирно известный рабае, как Любамич, как рабае Владиосев, как рабае Хаим Каневский и другие. Такого, великий раба, имя этого раба не написано. Они как бы выиграли лотарей, что этот раба оказывается здесь, в этом помещении. Теперь они должны получить деньги или нет? Закон говорит, что, конечно, они должны получить, но они должны, как говорится, все равно постараться простить этому хозяину. Но некоторые говорят, хотя бы пусть он не 100% то, что хотел вернуть, да, например, он хотел 20% сделать скидку, пусть 10% сделать скидку, что-нибудь. Но, как я говорю всегда, что надо, чтобы все были от вашей свадьбы довольны. Нельзя никого обижать. Нельзя никого обижать, потому что это может плохо повлиять на молодожен. Поэтому, по закону, да, он должен дать им деньги, но, как говорится, много раз надо в жизни уступать. Хотя бы пусть даст энную часть денег, чтобы все были довольны. В следующий случай, в Израиле есть очень большая организация, которая называется Израиль Амарпе. Ее возглавляет один великий раба, его зовут Раба Элемелех Фирер. Показывали по новостям, по телевизору этого раба, что он очень много помогает. У кого есть проблемы со здоровьем, он находит хороших врачей, говорит, что надо делать. Очень и очень многим людям он помогает, когда вопрос касается о медицине. Раба Элемелех Фирер его зовут. Честный, никогда не присваивает ничего, поймаете? Он такой очень и очень полностью все для блага народа. Люди ему дают деньги, он это все отдает, как говорится, тому, кто нуждается. В его, вот эту организацию Израиль Амарпе, которая находится в городе Бнейбрак, приехал издалека очень богатый человек. Он говорит, я хочу с Рабаем поговорить, я хочу дать ему крупную сумму денег, потому что я слышал, что он очень многим людям помогает. Я хочу ему выпишет большой чек. Я знаю, что он честный, никогда копейку в кармане не поставит. Все знают, что он промой, как линейка. Я хочу ему дать на организацию большие деньги. И вот они сидели до 12 часов ночи, разговаривали, он показывал все то, что он делает, Раба, этому богачу. И потом Раба говорит этому богачу, давай поедем мы с тобой в стена плача, давай завтра поедем. А этот богач говорит, я завтра улетаю рано утром, давайте прямо сейчас поедем в стена плача. Он говорит, мне поздно уже, поехали в стена плача сейчас. Пока они приехали к стене плача, это уже был час ночи и два часа утра. Поздно ночи. И когда они прибыли туда, они видят, что один человек поздно ночью плачет, громко-громко плачет, рыдает. Человеку 55-60 лет. Он говорит, что он плачет? Ему нужна, наверное, какая-то помощь, что он так плачет. Если у вас есть проблема, вы поедете в стена плача, вы будете там смеяться или плакать будете? Стена плача, люди там плачут, чтобы бог им помог. И тогда этот, они между собой договорились, эти два человека, если у него кто-то болеет, я, говорит, займусь вопросом медицины, но если ему понадобятся деньги, то тогда ты богач ему поможешь деньгами. Согласен, они решили вот так оба подойти к нему и спросить, что у него за проблема, и они решили ему помочь. Когда он плакал, плакал, они подошли, вот так они его на плечо ударили и говорят, слушай, извините, что мы вам мешаем. Почему вы плачете? Мы хотим вам помочь. У вас кто-то сильно болеет, может быть, кто-то кинсер имеет, может быть, кто-то болеет. Баруха Шем, у меня никто не болеет, у меня все живы-здоровы. А может быть, вам нужны деньги? Вот здесь богатый человек приехал издалека, он хочет вам помочь. Мне никакие деньги не нужны, у меня, слава богу, все нормально. Тогда почему вы так плачете? Просто так человек не плачет, у вас какая-то проблема есть. Я, говорит, плачу, потому что вчера ночью я женил своего младшего сына, это мой двернадцатый ребенок по счету, я всех детей женил и выдал замуж, и вчера была последняя свадьба моего младшего сына. Уже говорит, я, говорит, рад, что я всех женил и выдал замуж. Поэтому я сегодня сделал шевоброход для моего сына, я, говорит, после шевоброход приехал для того, чтобы Бога персонально поблагодарить от всей души, это слезы радости, что Баруха Шем, я удостоился всех детей благополучно женить и выдать замуж. Сегодня вы об этом, вы таких людей встречаете или нет? Чтобы человек пришел в синагогу или поехал к стене плача, только чтобы Бога поблагодарить. Баруха Шем, что я благополучно детей женил и выдал замуж до единого. Есть такие люди или нет? Вот один человек, ну один из миллион, может быть один из миллиард таких людей. Люди плачут, когда у них проблема. Душа эта, видите, когда проблема, мы громко плачем, что только не делаем, а когда хорошо, мы говорим, рахмат, талараба, и все. Это нас учит тому, что человек, он не должен забывать Бога. Люди приходят к рабаю, когда у них есть проблемы. У нас эта проблема болеет, но никогда не скажет, рабайджон, я хочу сказать, что вы, я хочу вам сообщить хорошую новость, что у меня, Баруха Шем, все дети женились благополучно. Понимаете, мы только любим жаловаться. Но Тора говорит, не надо только жаловаться, а надо также и в радостные дни тоже сообщать, что у вас, Баруха Шем, радостное событие. На этом я заканчиваю мои речи. Всем вам спасибо за участие. Баруха Халуна Аля, Амин.